Добрый день, друзья! Сегодня вы даёте старт большому знаковому проекту. Запускаете работу онлайн-площадок обновлённого общества знания. Многие десятилетия оно было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны. Именно через доступные программы лекториев общества знания люди в самых отдалённых уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства. Напомню, что общество знания было учреждено сразу же после Великой Отечественной войны в 1947 году. Страна возвращалась тогда к нормальной жизни, восстанавливала разрушенные хозяйства, и везде нужны были молодые, целеустремлённые, образованные люди. Общество знания взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию. Оно давало молодёжи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знания, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих учёных, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос. Сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба. Их определили новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн реальности и искусственного интеллекта, а ещё быстрота изменений в окружающем нас мире, новые скорости освоения знаний, которые прямо определяют успех и конкурентоспособность и каждого человека, и страны в целом. Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной. И это ключевая цель обновлённого общества знания. Оно ориентировано на все возрасти и самые разные интересы, призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира, показывать истории успеха врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, учёных и деятелей культуры. И здесь подчеркну, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения. А наставничество всегда было и остаётся самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков. В этой связи принципиально важно, чтобы постоянными участниками программы общества знаний стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и, главное, личный пример – лучшая мотивация всего того, чего мы добиваемся для молодых людей. Лучшая мотивация – получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать свою гражданскую позицию. Реализовать себя, свои идеи, планы. Для активного, талантливого человека России – страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд. Уверен, общество знания поможет вам найти себя, встать на свой путь к успеху в учёбе, в работе, в жизни, во всех добрых делах. Удачи вам, ребята!